здравствуйте уважаемые телезрители телеканал евроспорт приглашает вас на волейбол на совмещенный отбор к олимпийским играм и заодно азиатскую квалификацию то есть к квалификацию на олимпийские игры среди азиатских команд все это проходит в токио в зале tokyo metropolitan гимназиум собралось 8 команд вот они на ваших экранах в том порядке в соответствии с которым они сейчас находятся какое место занимают после трех дней отбора хотя вот этот самый третий день сейчас самом разгаре мы будем наблюдать третий матч этого дня и вот мы наблюдаем за предыдущим матчем не основным матчем который мы будем показывать матчем австралия против ирана где как раз одержал достаточно сенсационную победу команда австралии победив персов со счетом 3 1 вот мы видим счет иран победил в первой партии а затем три подряд партии победили австралийцы и теперь австралия занимает первое место чистая потеря трех очков у ирана и мы посмотрим затем как сегодня будет играть сборная сербии им предстоит встреча с командой китая пока происходит разминка на самом деле едва ли не самые яркие впечатления от мужского китайского волейбола связано наверное не с классическим волейболом зальным волейболом а наверно с пляжным волейболом хотя кто-то может быть со мной не согласен вообще считаю что пляжный волейбол это другой вид спорта но все-таки очень больших успехов последнее время достигали именно китайские пляжные волейболисты пара в чум доводилось им выигрывать этапы мирового тура в том числе этап в москве grand slam по пляжному волейболу который проходит на парке победы мы сейчас прервемся на небольшую паузу так вот возвращаясь к китайскому волейболу к сравнению достижений китайских волейболистов мужчин в классическом волейболе и в пляжном волейболе можем констатировать что в пляжном волейболе китайцы достигли куда больше успехов тогда как в классическом волейболе их достижения довольно скромные участвовали они в мировой лиги не раз но финальный этап мировой лиги где играют в одном городе обычно по шесть команд они никогда не пробивались зато принимали они у себя в 2008 году как вы помните олимпийские игры и выступили хотя попали туда именно как хозяева олимпийских игр довольно удачно заняли пятое место действительно одержали реальные победы вот например в том что таких же достижений удастся добиться команде великобритании я очень сомневаюсь но вообще от сборной китая как от сборной супер державы в том числе и спортивные супер державы мы всегда вправе ожидать каких-то очень серьезных спортивных достижений привыкли мы наблюдать за тем как они достигают успехов совершенно различных видах спорта действия вот таким вот плановым путем массовостью внедрение вот новых видов спорта для себя однако вот удастся ли им добиться таких же успехов в мужском классическом волейболе вызывает это определенные сомнения удастся им удастся ли им добиться таких же успехов какого они добились в женском волейболе вспомним мы достижение женской сборной китайской 2004 года на олимпиаде но все-таки в мужском волейболе конкуренция очень высокая и тяжело китайским волейболистам конкурировать именно с европейскими сборными со сборными из нового света которые очень сильно пока их превосходили физически если технически кита азиатские сборные оснащены по последнему слову техники скажем так спорта очень дисциплинированно всегда азиатские волейболисты порой удивляют нас игрой в защите на приеме то вот в нападении на блоке нападачи тяжело им соперничать с такими сборными как сборная россии болгарии германии сша кубы конечно же вот но сейчас прозвучат гимны стран участниц сегодняшнего матча мать номер а улабиа сербия дай中国の試合を開始いたします これより良く国家の演奏を行います Продолжение следует... 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 Милош Никич в нападении. Амплитудные атаки, высокий прыжок. Саша Старович подает в аут. Тот самый доигровщик Джанг Чен был на подаче. Подал планер. И что же произошло в этом розыгрыше? Саша Старович отыгрывается от блока. Из зоны первого номера, с задней линии. Леворукий диагональный атакует по линии и отыгрывается от блока. Хотя тут ситуация для него была достаточно простая. Атаковал на одиночном блоке. И ошибается на приеме седьмой номер китайской сборной. Это и игровщик Вэй Джун Чен. Довольно высокий игрок. Непросто ему играть на приеме. Пользуются этим умело игроки сборной Сербии на подаче. А вот наконец долгожданный блок китайской сборной на Сашу Старовича. Ну почему я говорю о том, что он долгожданный? Не в самой лучшей сборной находится Саша Старович. На мой взгляд, не очень оправданное его нахождение на площадке. Конечно, он более опытный игрок, чем Александр Атанасьевич. Но плохо он выглядит. Будем откровенны. Практически нет прыжка. У диагонального сербской сборной выкручивается он из самых сложных ситуаций. Порой именно за счет опыта и техники. 8-3 сборная Сербии впереди на первом техническом таймауте. Команды Сербии и Китая возвращаются на площадки при счете 8-3 в пользу сербов. Они же на подаче. На подаче именно Марк Подращанин. Один из немногих в сербской сборной, кто использует силовую подачу. Милыш Никич в этой доигровочной ситуации ошибается, атакуя в аут из зоны четвертого номера. Дело все в том, что передача была совсем уж аварийная. Атаковать ему приходилось практически в центре сетки. Тогда в центре сетки должен атаковать центральный блокирующий обычно, как это делал сейчас Драгон Станкович. Правда, ему передачи достались довольно-таки аварийные. Ниже, чем те, с которых он привык атаковать. Довольно высокий это игрок, 205 сантиметров. Высокий у него прыжок. В защите играет Никола Ковачевич. Милыш Никич в нападении. Либо Либера Рен Ки. Китайца сохраняет мяч в игре. И еще раз в нападении Милыш Никич. На этот раз он успешен в доигровке из зоны четвертого номера. Очень он искусно уводит мяч по линии. Видимо, что в некоторых ситуациях сербские нападающие страхуются. Предпочитают не рисковать. А теперь в нападении. Был один из самых ярких китайских игроков Бян Хонгмин. Против него был Драгон Станкович. Видимо, что он угадал по месту, но немножко поздновато выпрыгнул Станкович. Не успел как следует занести руки на сторону соперника. И очко набирает в нападении Бян Хонгмин. Чен Пинг. Диагональный китайц в нападении. А в доигровке был успешен доигровщик Джан Чен. Четвертый номер затянулся в прыжке и грамотно очень отыгрался от рук блокирующих. Собрался против него уже групповой блок. Мне кажется, силовая подача – это настоящий бич азиатских команд. Не располагаясь стабильной подачей такого рода, они все отчаянно рискуют и очень много ошибаются при выполнении силовой подачи. Сейчас силовую подачу выполнял Милош Никич и сделал это довольно успешно. Передача от Николая Росича. Доигровка была у Ковачевича, но не забивает он. На подстраховке аккуратно действуют сербы. И атака первым темпом от Драгона Станковича. Красиво он забегает из-за спины Влада Петковича. И оказывается в центре сетки. Ренки не справился с игрой в защите, но требовать это в ультимативной форме, конечно, от Либера нельзя, если не было по сути блока против Драгона Станковича Никич на подаче. Ренки пасует, Ченг пинт в нападении. Подстраховка от китайского Либера. Джанг Ченг отыгрывается. Росич на подстраховке успешно играет. И блок от игроков китайской сборной. Вот мы видим, как Росич сыграл хорошо на подстраховке. Вот видим, что пришлось в доигровке сыграть Марко, извините, Драгон Станкович. Это был, конечно, совершенно не его ситуация это была. Не должны атаковать в центре сетки с высоких мячей нападающие первого темпа. Привыкли они атаковать в совершенно других передач, в совершенно других ситуациях. Так что трудно винить в этом Станковича. Будет он вводить мяч в игру сейчас. И опять на приеме ошибается доигровщик китайской сборной. Давайте посмотрим, кто это был. Это был Джанг Чен. Ошибается он на приеме планирующей подачи. Как неожиданно. Мне казалось, что, как и многие другие азиатские команды, получше будут в приеме действовать китайцы. И блок. Очередная ошибка, хотя это, в общем, такая невынужденная ошибка. Джанг Чена, доигровщика китайской сборной. Но да, это он в приеме ошибся чистый. И сейчас прием у него не очень получился качественным. А вот на этот раз диагональный Чен Пинг набирает все-таки очко. Атака из задней линии, из первого номера. 8-15. Очень много проиграют китайцы в первой партии. Ковачевич. Он набирает третье очко и второе очко в нападении. Тем временем, счет 16-7. И огромный перевес ко второму техническому тайм-ауту в первой партии на стороне сербов. Мы возвращаемся на площадку в первой партии. Матч сборных Сербии против сборной Китая. Счет 16-8. В пользу сборной Сербии уже 17-8. Очередной блок сербской сборной. На этот раз уже нового доигровщика, который заменил Джан Ченом. Это был восьмой номер китайской сборной. Ох, знаете, трудно мне на сколько произнести его имя. Джан Юн Чуй. Капитан команды. Выходил на площадку. Планер. С ним неважно справляется Милош Никич. Атака Саши Старовича. И атака довольно успешная. Атаковал он с задней линии. Где-то, видимо, между блокирующими. А в защите немножко не скоординировались игроки китайской сборной. Немножко не довернули руки при обработке мяча снизу. Но, конечно, делать это очень тяжело. На подаче Лиан Чун Лонг. Центральный блокирующий. Он подает планер. Росич легко справляется с планером. Но еще бы. Если у вас вся команда обладает отличным, опаснейшим планером, то тут поневоле научишься принимать такой вид подачи. Марко Подращанин на подаче. Силовая подача. И Бян Хонгмин неплохо в очередной раз играет в нападении с передачи своего связующего Ли Ранмина, который сумел справиться с этой непростой ситуацией. Уже был практически переходящий мяч. Пасывал он одной рукой. Показал недюжинное клубнокровие. Мог попытаться скинуть, но все-таки решил отдать передачу. Петкович подает планер. Неплохой прием. Очередная атака Биана Хонгмина. Продолжает набирать очки центрально блокирующей китайской сборной. И традиционная замена диагональных в сборной Сербии. На концовку партии выходит Александр Атанасьевич. Молодой диагональный. Заменил он Старовича, который, видимо, устает немного на концовку партии. И видим мы, что Атанасьевич выходит на переднюю линию. Вот такая вот интересная действительно замена. Ну, связанная, наверное, это с тем, что у Атанасьевича нет проблем со здоровьем, нет проблем с прыжком. Сильнее он может сыграть на блоке. И ошибка была у блокирующих сербской сборной. Хотя защитники помогли им, подобрали эту атаку. Но вот немножко не вытерпели, где-то коснулись сетки. Тут ничего страшного, довольно большой отрыв. Угроков сербской команды. Ковачевич набирает очередную очку в нападении. Пока у него на счету было три очка. Одно с подачи и два в нападении. Милан Рашич выходит на подачу, подает он планер. В общем, если кто-либо выходит на замену именно на подачу в сербской сборной, то практически все игроки, выходящие для выполнения этого элемента, подают подачу планер. Привыкли мы уже к такой особенности ведения игры от Игоря Калаковича. Приносит она определенные дивиденды. С приемом, кстати, не справился в очередной раз Милош Никич. Ну, это игрок больше ориентированный на игру в нападении, хотя и нельзя так сразу сказать, ориентируясь по его росту. Не такой он высокий, но очень прыгучий, быстрый, резко выходит под мяч. Атана Асвич будет выполнять подачу. Довольно специфическая техника у этого игрока и выполнение подачи при игре в нападении. Сборная Китая на подаче 15-23. Проигрывает азиатская команда. Подают они планер в данной ситуации. Атана Асвич разыгрался в нападении, вышел в концовке партии и так уверенно себя уже почувствовал. На самом деле это большой плюс для любого игрока, даже если уровень его не очень высок, но если он умеет выходить с лавки запасных и вносить перелом в игру, то это всегда очень большой плюс для этого игрока обычно таковыми являются диагональными. Михаил Амитич связующий вышел для выполнения подачи в концовке партии, выполнил планер. Последний очко в первой партии набирает Милош Никич. 25-15. 1-0 повели сербы в этой встрече. 25-15. Мы уходим на рекламную паузу. Не переключайтесь. Скоро начнется вторая партия матча Китая против Сербии. И вот давайте посмотрим на статистику первой партии этого матча. 2-0 ведет сборная Сербии по количеству очков с подачи. Заметно лучше играет Сербия в нападении. 15 успешных атак против 7. Более чем двукратное преимущество. Вот по пункту ошибки нужно некоторое уточнение, что имеется ввиду ошибки противника или собственные. Убрали статистику, но ничего. Я вам сейчас попытаюсь уточнить несколько моментов. 5-2 преимущество Сербов при игре на блоке в первой партии. Ну и если вы помните практически равенство было у обеих команд при игре в защите. Но по первой партии вообще рано о чем-либо судить. Кроме того, что очень заметно было преимущество сборной Сербии вопреки моим прогнозам о том, что китайцы должны больше всего проблем доставить сборной Сербии. То ли сербы постепенно находят свою игру, то ли рисунок игры китайцев не совсем приспособлен против игры с сербами. То есть в чем сложность была для сербов в играх против сборной Кореи и сборной Японии, так это прежде всего в том, что отчасти азиатские команды очень похожи на сборную Сербии. своей качественной игрой в защите на приеме. А когда встречаются друг с другом две команды с таким вязким типом игры, с высоким уровнем общей игры, игры всегда получаются довольно продолжительные, сложные. игрой нападения выглядит не очень эффектно и тяжело отдаются атаки, тяжело отдаются обеим командам съем обычно. Но преимущество сербии над своими противниками было до сих пор в том, что у них лучше шла игра противниками на блоке. Вот этим я объясняю преимущество сербов в игре и против японцев и против корейцев. но пока по первой партии мне кажется, что сильно не дотягивают китайцы до своих коллег по азиатскому отбору на игре на приеме и по игре в обороне в защите. Скажем, японцы на порядок сильнее выглядели в защите. Корейцы заметно лучше смотрелись на приеме. может быть чересчур поспешно руководители китайской сборной сделали ставку на высокорослых нападающих на высоких центральных. Не дотягивают они по игре в защите до своего великолепного либера Кирена звездный час которого пришелся наверное на мировую лигу 2008 года когда он стал лучшим либера интерконтинентального раунда лучшим принимающим и третьим по игре в защите он тогда стал. Ну, к слову, очень неплохую игру китайский либера демонстрирует и на этом турнире ведь пока он является вторым по игре на приеме и давайте уточним лучшим защитником является китайский либера вот так вот то есть по совокупности лучшим либером он является на этом турнире пока по итогам двух дней третий день сегодня тогда как сильно от него довольно отстает либера сборной сербии никола росич является он всего лишь шестым по игре в защите и пятым по игре на приеме то есть по совокупности он вообще является седьмым либера турнира тогда как команда всего 8 но думаю не должны вас вводить в заблуждение все эти цифры поскольку довелось провести во втором матче сборной китая пятисетовой поединок и за это время конечно могли они сыграть довольно много мячей в защите много мячей могли поднять на подстраховке может быть этим объясняется такая качественная такая богат такой богатый урожай китайского либера ну кстати вот поддержку никола росича замечу что пока нет у нее ни единой ошибки на приеме к итогам двух матчей то есть тоже это такой синоним качественной игры тем временем отрыв сербии довольно небольшой во второй партии 4-3 ведет сборная сербии после атаки Саши Старовича задней линии атаковал диагональный сербской сборной будет он в новом сезоне играть за итальянский клуб Мочерата за чемпиона Италии в минувшем сезоне был травмирован практически весь сезон начинал он сезон за команду Латина извините ввел я вас в заблуждение счет уже 7-4 но вот уже 7-5 в пользу сборной сербии немножко отстает онлайн а я увлекся вам рассказом о либер обеих сборных амплитудная атака Милоши Нигача высокий прыжок и на одиночном блоке вкалач этот мяч практически в 3 метра лидер лидерами опять уходит сербия на первый технический тайм-аут во второй партии 8-5 8-5 ведет сборная сербии во второй партии матча против сборной Китая и особенно ничего не могут противопоставить китайцы своим соперникам прежде всего потому что нет у них нужного уровня на игре приеме все то что было у сборной Кореи и у сборной Японии благодаря чему они хотя бы могли навязать равную игру сборной Сербии которая конечно смотрится фаворитом на этом олимпийском отборе и постепенно набирает ход сборной Сербии вот сейчас довольно удачный эпизод в игре китайской сборной Джан Чен доигровщик удачно атакует из зоны четвертого номера атакует по ходу как-то обходя в принципе успевшего на блок Драгона Станковича Влада Петкович сам играет на приеме из второй зоны атакует Милош Никич атакует успешно китайцы сперва стали показывать что мяч улетел в аут но судьей спорить не стали 10-6 ведет сборная Сербии на подаче Милош Никич Никич играет на подстраховке доигровка Ковачевича и очередной блок сборной Сербии сегодня они конечно просто выдающимся образом играют на блоке и очередной блок Саша Старович это был давайте посмотрим видимо этот третий блок в его исполнении если не ошибаюсь а теперь на приеме вовсе ошибается Рен Ки при помощи отменной подачи Милоша Никича ну тут уж ничего не мог поделать китайский свободный защитник тут даже приходится взять тайм-аут Джу Джаньяну тренеру китайской сборной хорошая подача получилась у Милоша Никича вот нам еще раз повторяют этот момент смакуют его подача летела сперва как будто бы в направлении Рен Ки Либера китайской сборной и постепенно стала уходить в сторону Джан Чена доигровщика китайской сборной а Либера уже дернулся за этим мячом более того уже в падении был не решился помешать ему Джан Чен и в итоге привело все это привело все это к ошибке на приеме у сборной Китая редкий случай если иметь ввиду игру Либера китайской сборной так это безусловно выдающийся игрок с приемом справился Росич играет в защите сборной Китая и передача Влада Петковича лицом он находился к сетке могло это ввести в заблуждение блокирующих китайской сборной но видимо что никто не прыгнул на вот эту угрозу атаки от Петковича но я честно говоря не припомню чтобы Петкович сам атаковал не такой это игрок очень дисциплинированный сосредоточенный прежде всего на игру на передаче хочет он доказать что он достоин быть основным связующим сборной Сербии приходится ему до сих пор играть выдерживая сравнение со своим именитым предшественником напомню что до него много лет подряд около 15 лет наверное пасовал великий Никола Грбич а выдерживать сравнение с таким связующим не просто будет любому представителю этого амплуа в мире так что есть что доказать Ладу Петковичу и неужели ошибка я имею ввиду ошибку китайского связующего 16-7 ведут Сербе ко второму техническому тайм-ауту во второй партии согласитесь немного озадаченным выглядит главный тренер китайской сборной от матчу к матчу прибавляет сборная Сербии может быть не с этим ожидали столкнуться игроки китайской сборной но неплохой прием на приеме был доигровщик Шэн Кьонг 81-го года рождения уже довольно опытный игрок он же отыгрался от блока Юда Вэй был на подаче Марко Подращанин играл в нападении И что значит этот жест судьи имеет ввиду что все-таки было касание на блоке да готовятся к приему игроки сборной Китая игроки сборной Сербии напротив выстраиваются на блок подача от Саши Старовича не очень удачно сыграл в нападении диагональный Хуан Жи который вновь вышел на площадку мы видим накатил он но накатил в руки сербских защитников и атака с задней линии от Милоша Нихича великолепный Пайп ничего не сумел противопоставить ему центральный блокирующий китайцев Хуан Жи реабилитируется за начало игры ну и заметьте какая темповая была передача от Ли Ран Мина очень простая подача от игрока китайской сборной и атака первым темпом что и следует ожидать в таком случае Марко Подращанин печатает мяч на сторону китайской сборной с такими игроками шутить не следует а вот ответная атака первым темпом у сборной Китая не получается и счет уже 29 в пользу сборной Сербии Бян Хонгмин пытался перевести мяч вправо в сторону от рук Марко Подращанина но в итоге сам атакует в сетку то ли не очень высокой была передача то ли что тоже вероятно имеет место не хватило немного прыжка этому высоченному китайскому центральному но подача приходится в сетку и мяч переходит на сторону китайцев и Петкович надо же как комбинационно играть сборная Сербии насколько насыщенной выглядит игра вот этого состава сборной Сербии буквально мысль видна во всем что сейчас демонстрирует нам Петкович и его команда буквально раз за разом то атака первым темпом то атака пайпом и замена Петковича на концовку партии вместо него выходит Михаила Митич молодой связующий сборной Сербии который обычно выходит для выполнения подачи а сейчас это замена Памплуа Ли Ранмин надо же пасовал что-то вроде входа в зону для Джан Чена посмотрим да действительно не часто увидишь уже такую комбинацию была специально укороченная передача для крайнего нападающего и Джан Чен воспользовался ситуацией воспользовался разорванным блоком и сыграл успешно доигровка китайской сборной и Хуан Чи диагональный успешен на этот раз в нападении атаковал на одиночном блоке Драгон Станкович не успел помочь своему крайнему блокирующему и вместо Станковича выходит Милан Рашич что интересно значит этот ход Калаковича может быть он недоволен игрой на блоке Станковича хотя в принципе согласитесь трудно при таком счете быть чем-то серьезно недовольным гигантское преимущество сербов тут можно обращать лишь внимание на отдельных игроков что у кого получается что-то им подсказывает отлаживать определенные взаимодействия неважнецкий был прием у сборной Сербии Михайло Митич пасовал снизу и Никич оказался в ситуации когда он был вынужден нападать на тройном блоке Митич сам скидывает с плохого приема Росич все-таки играет в защите молодец перебрасывает просто на сторону китайцев сербы и что в данном случае произошло Хуан Джи атакуя с задней линии заступает да в общем-то передача была не очень удачной тут нападать наверное не следует курьезная во всех смыслах ситуация мяч-то по сути уже проиграли сербам зачем-то выпрыгнув на блок когда атаки собственно не было китайский доигровщик сам атакует ваут еще уже 24-13 в пользу сборной сербии уже не не основным составом играют полейболисты из Европы на приеме ошибается Шен Кьонг и счет 25-13 во второй партии упрочивают свое преимущество увеличивают отрыв сербы 2-0 идут сербы по партиям в этом матче начинается третья партия матча сборных сербии против сборной Китая а нам демонстрируют самые красивые моменты второй партии которых было немало во многом за счет того что сербам просто дали возможность поиграть в свое удовольствие покуражиться поатаковать поиграть в нападении на чистой сетке более того даже китайцы умудрились продемонстрировать не самую простую не самую ожидаемую комбинацию со входом в зону если это было именно то о чем я думаю не самый удачный был ракурс для того чтобы рассмотреть эту комбинацию но они были как раз в такой ситуации когда терять то собственно нечего ну давайте я вам полностью оглашу результаты прошедших матчей как вы помните по началу трансляции когда мы показывали вам повторы из матча сборных Ирана против сборной Австралии сборная Ирана проиграла сборная Австралии со счетом 1-3 25-17 18-25 18-25 23-25 так проиграла сборная Ирана сборная по петербургам на 2-3 20-25 3-2 2-25 сборная Пуэрто Рико но ни тот ни другой не выступают за свои сборные даже не могу вам сейчас сказать почему хотя игорь Юдин выступает за сборную Австралии, можем порадоваться его неплохой игре в составе сборной Австралии, хотя он и не является на данный момент основным действующим игроком своей сборной. Сборная Венесуэла выглядит совершенно по-другому по сравнению с тем, какой мы привыкли видеть, скажем, по играм мировой лиги 2003 года, когда она приезжала в Россию играть против нашей сборной, все происходило в Москве на улице Лавочкина, ни одного знакомого лица, но действительно идет время, и сборная Пуэрто-Рико на себя уже не похожа, когда-то она представляла действительно серьезную силу, побеждала и сборную США, и со сборной Куба могла устроить травмную игру, а Сербия тем временем ведет 3-0 против сборной Китая, очередной блок, и ваут атакует китайцам, и уже 4-0 ведет сборная Сербии. Рэн Ки пасовал, и замена уходит с площадки Шэнк Йонг, а приходит на площадку седьмой номер доигровщик Вэй Джун Чон. Несложная подача, Вэй Джун Чон принимает, и сам же забивает. Ну, я думаю, это просто скорее эффект неожиданности. Видели мы уже в игре этого доигровщика китайской сборной. Не знаю, вправили мы ожидать перелома в игре, судя по счету вряд ли. Никич на приеме, и Марко Подращанин играет в нападении, успешно атакует первым темпом с передачи Влада Петковича. Старович отлично играет на подаче, набирает очко подачей между Джан Ченом и Вэй Джун Чонгом. И перерыв после удачной подачи Старовича. Ну, возможно, перерыв может сказаться на подаче Старовича. Посмотрим, будет ли он рисковать в данной ситуации. Хотя терять ему, согласитесь, нечего. Команда, ну, неправильно выразилась, конечно, не терять нечего. А имеет право он на риск в такой ситуации, когда сборная Сербии ведет довольно уже прилично. Есть шанс в игровой ситуации, в реальном матче не товарищеском, потренировать этот элемент. Честно, действительно всерьез порисковать на подаче. Не получилось нападение у сборной Сербии. А Вэй Джун Чонг удачно играет в нападении. Уже второй раз после своего выхода с лавки запасных. Стык попадает между блокирующими. Одним из которых был Влада Петкович, а другим Марко Подрасьчанин. Ну, Марко Подрасьчанин тут же возвращает все выгодное для сборной Сербии русло. Снимается команда Сербии. Атака первым темпом с большой высоты. Ничего не смог противопоставить Подрасьчанину Биан Хонгмин. Джун Ченг на приеме. Росич играет в защите. Петкович сам атакует. Ну и теперь мы можем понять, почему так редко сам атакует Влада Петкович. Не пытался он рисковать. Пытался просто перебросить мяч на сторону противника. Единственное, что делал это зачем-то одной рукой, накатом. И тут же заблокировали его накат. 8-4. Сборная Сербии провела после атаки пайпом от Николая Ковачевича. Было там нарушение в виде заступа сербского доигровщика на сторону сборной Китая. Но ничего. По новым правилам это можно. Сборная Сербии провела. Сборная Сербии провела. Мы возвращаемся после первого технического таймаута. На подаче Марко Подрасьчанин. Рен Ки принимает. И атака Бян Хунгмина прямо в руки Милана Рашича, который остался на площадке после его выхода на замену вместо Драгона Станкыча в конце второй партии. Ну и, видимо, что Милан Рашич тоже далеко игрок непосредственный. Готов он выходить на площадку на замены и даже проводить целые партии в составе такой сильной сборной, как сборная Сербии. Ну, привыкли мы к тому, что в сборной Сербии амплуа центральных является, как-то ни странно, одним из самых сильных, больше всего талантливых игроков в последнее время было в сборной Сербии именно. На позиции центральных блокирующих, ну, помимо уже опытных грандов Вушуровича и Герича, появились потом Бьелица и Подрощанин. Потом Бьелицу заменил Драгон Станкович, когда был конфликт у Новица-Бьелицы с Игорем Калаковичем. И вот мы видим, уже растут, подрастают новые игроки, такие как Милан Рашич. Если вы помните, был еще и игрок из Черногории, Габриэль Радич, который лет пять назад играл за Одинцовскую Искру. Тоже был центральный, на мой взгляд, довольно высокого уровня. Неприятный планер, но справляется с ним. Милыш Никич это был. И сам играет в нападении. Наверное, это не самая умная затея пытаться выбить с приема сербских игроков с помощью планера. Исходя из общих соображений, с планером они должны справляться лучше, чем с любым другим видом подачи. Ли Ран Мин вводит мяч в игру. Опять же, планер. Усправляется с ним Милыш Никич. Сам же играет в нападении. Возможно, сборная Китая хочет таким образом уменьшить число ошибок. И по компоненту ошибок практически равенство. Сейчас у обеих сборных 11 ошибок. У сборной Китая. И 11 же ошибок у сборной Сербии. Ну, вот если считать ошибкой вот эту ошибку на блоке. Только что вот сравнялись по этому показателю команды Сербии и Китая. Ковачевич на приеме. В защите играют. Китайский игрокин. Очень была напрасной все-таки эта атака со стороны кто же это был. Давайте посмотрим. 11 номер. Ю Довей. Это запасной центральный блокирующий сборной Китая. Произошла замена. Остается только понять кого из центральных. Заменил главный тренер китайской сборной. А сейчас Джан Ченг атакует с задней линии. Неплохой пайп. Александр Атанасьевич заменяет Сашу Старовичу. Уже привычная для нас замена. Разве что произошла она не в концовке партии, а в ее середине. На этот раз Атанасьевич выйдет с выполнения подачи. Для выполнения подачи есть у нее прыжок. Действительно обладает он очень внушительной подачей. Атака Бян Хунгмина первым темпом. Стало быть Ю Да Вэй заменил Лян Чун Лонга шестого номера сборной Китая. Не знаю чем он особенно не угодил. Успешной была атака Атанасьевича с задней линии. Никола Ковачич подает очень неплохую подачу, которая правда зацепилась за трос. Сумел ее в итоге обработать Рен Ки. Доигровка в сборной Сербии. Еще одна попытка. Накат от Милоша Никича. И Вэй Джун Чунг атакует от рук блокирующих ваут. Доигровщик сборной Китая и сам же отправится подавать. При счете 12-14 эта партия развивается гораздо более интересно. идет идет практически равная игра. Убедительнейшая атака от Марка подрощанина. Быстро на приличной высоте. Сам же Марка отправляется на подачу. Неплохая силовая Ренки справляется с этой подачей. И атака пайпа с задней линии. Был это разумеется Вэй Джун Чунг который только что подавал. Стало быть он на задней линии. Ли Ран Мин налаживает постепенно комбинационную игру. Посмотрим насколько к такому развитию событий окажутся готовы. сербские игроки хотя не думаю что это особенно их удивит слишком уж велик запас в игре. 16-13 второй технический тайм-аут в третьей партии. 16-13 счет в третьей партии матча сборных Сербии против сборной Китая. Наладилась более-менее ровная игра. Что-то начало получаться у сборной Китая. Начали они допускать меньше ошибок. Сократили число ошибок на подаче. Нащупали какой-то более-менее стабильный и надежный состав для игры в нападении. Стали меньше ошибаться в приеме. если пытаться как-то охарактеризовать отличия сборных Японии против сборной по сравнению со сборной Кореи и со сборной Китая то от Китайцев мне кажется следует ожидать минимум ошибок. Вот такая наиболее с одной стороны простая с другой стороны требующая наибольшей дисциплинированности тактика должна быть для них характерна. Как для команды которая по сути будем говорить откровенно наверное все-таки новичок в этом виде спорта. Не важно что китайцы уже довольно давно играют в волейбол. Ну нет у них скажем такой истории в волейболе как в мужской сборной Японии. Что уж говорить. Вот именно путь сборной Китая это минимум ошибок от точность каждого технического элемента такая роботизация игры. Точно такой же путь кстати избрали пляжные волейболисты китайские. Тогда как сборная Японии конечно берет своим самурайским духом отчаянной игрой в нападении в стиле камикадзе и высочайшего уровня игрой в защите. С другой стороны сборная Кореи выглядит наиболее наверное сбалансированной атлетичное нападение у корейской сборной и отлаженная игра в приеме. тогда как немножко недотягивая они по игре в защите до Японии то есть вот такая усредненная игра на фоне более приличных антракометрических показателей это я говорю о сборной Кореи. ну так получается что смотрим мы подряд три игры именно с участием три первых игры вот что мы показывали вам все с участием сборной Сербии почему именно так ну наверное потому что сборная Сербии представляет для нас наибольший интерес как та которой возможно предстоит играть на Олимпиаде хочется действительно чтобы такая сборная отобралась на Олимпийские игры одни из фаворитов они этого Олимпийского отбора будем мы дальше показывать много игр с участием сборной Сербии чтобы отобраться с этого турнира на Олимпиаду напоминаю им надо занять именно первое место тогда как азиатские команды могут довольствоваться и вторым местом на этом турнире напомню система отбора на Олимпиаду с этого турнира 1 плюс 1 то есть команда победительница и лучшая азиатская команда то есть если азиатская команда занимает первое место то на Олимпиаду отберутся в итоге с этого турнира две азиатских команд первая азиатская команда и вторая 20-16 После атаки Николы Ковачевича Близится концовка Третьей партии Счет, напомню, 2-0 Все и к тому, чтобы сербы одержали В этом матче победу Со счетом 3-0 По партиям Александр Атанасьевич Бомбардирует Ряды принимающих Китайской сборной своей мощной подачей Отбили из защиты сербы Но на этот раз китайцы Добиваются своего Вэйчжун Чонг Был в нападении Доигровщик, седьмой номер китайской сборной Нащупал он постепенно игру в нападении Довольно высокий это игрок 199 сантиметров его рост 89-го года рождения И очень неплохо он выглядит Аккуратнейшим образом сыграл Ковачевич на подстраховке Но Чересчур, наверное Агрессивно сыграл в нападении С отведенного мяча Как мы видим Китайский блок Даже не стал поднимать Руки В нападении И ошибка Никола Росича Едва не первая ошибка Росича На приеме На приеме На этом турнире Сейчас все сложилось Против него И подача Уходящая в сторону Первого номера То есть Наиболее редко выполняемая Подача По первой зоне И то, что она в итоге Зацепилась за сетку И оказалась укороченной Не успел Росич Сыграть в приеме Я даже не знаю Кто бы успел На его месте Возможно Фердинанд Тиль Немецкий Либера Который сейчас Кстати в сборной Германии Не в основе Будем об этом помнить Вот он Очень хорошо играет Именно Отработаны у него Такие нестандартные ситуации Вроде укороченных подач Мячей Цепляющихся За сетку У Росича же Есть свои плюсы Он кстати Тоже выступает В чемпионате Германии В Бундеслиге В сетку подает Чен Пинг Не успеваю я следить За заменами диагональных В сборной Китая Прежде всего потому что Плохо еще их знаю В лицо А на площадке Показался Юруш Ковачевич Родной брат Николы Ковачевич Который его правда Заметно младше Вышел для выполнения Планера Но мне кажется Все таки Планер это не его Сильная сторона Александр Атанасьевич Ваут атакует В доигровочной ситуации Транжирит моменты Этот игрок Обратная замена Юруша на Николу Ковачевича Действительно выходил Молодой доигровщик Для выполнения Планера А его брат Вновь занимает Место В основе И готовится К приему Подачи Китайского доигровщика Подача получается Простая С ней справился Никола Росич Александр Атанасьевич На этот раз Забивает мяч В поле Атакуя Из зоны Первого номера С задней линии Красивая атака По ходу Мимо одиночного Блока От Доигровщика Джан Чена На площадке Происходит замена Центрального На центрального Лян Чан Лонг Заменяет Юда Вэ Видимо это усиление На блок Чуть повыше Вышедший Центральный блокирующий Посмотрим А несмотря на это Атака первым Атака первым темпом От Милана Рашича Ну какое-то рекордное число Передач Первым темпом Было В этой игре От Влада Петковича Очень яркая демонстрация Того чем именно Он сильнее Никола Горбича Никола Горбич Напомню Не самым уверенным Образом Выглядел Именно в этом компоненте Не всегда он Отдавал хорошие Качественные передачи Своим центральным Михаил Амитич Выйдет на подачу Как всегда Замена Для подачи планера Правда во второй партии Была прямая замена Пасующего на пасующего Но Сейчас не такая ситуация Сейчас нужна надежность И неприятная подача На планере Чен Пинг Отыграется от рук блокирующих Мяч в игре Джан Чен Опять отыгрывается От рук блокирующих Вторая попытка И на этот раз Результативный блок 24-21 Матч-поинт у сербов Мяч попадает В руки Милана Рашича Тут же был Минош Никлич И Александр Атанасьевич Тройной блок Тут было не пройти Михаил Амитич Неприятный планер Не справляется с ним Джан Чен Атака Лиран Мина Пасовать будет Никола Ковачевич Милош Никлич В нападении И он атакует От рук блокирующих Ваут 25-21 Победа сербии В третьей партии И в трех же партиях Они побеждают В этом матче 25-15 25-13 25-21 С вами этот матч Смотрел Азаров Иван Поторопился я с вами Попрощаться Но еще не попрощался Неожиданно просто Этот матч сложился Для сборной Сербии Я ожидал честно говоря Более серьезного Противостояния После Такой уверенной игры Сборной Китая Против сборной Ирана Но мы как Как мы увидели Сборная Ирана Тоже не железная И пока вырисовываются Два фаворита В этом турнире Сборная Австралии Как представитель Азии Ну так получается Комическая ситуация Конечно это никакая не Азия Отдельный материк Отдельный континент Но в азиатском отборе Они участвуют И сборная Сербии По 9 очков Пока у сборных Сербии И у сборной Австралии Посмотрим статистику матча 5 сейсов у Сербии 1 у Китая 46 результативных атак У Сербии 30 у Китая Ровное количество ошибок По 14 10 блоков у Сербии 4 у Китая Гигантское преимущество Сборной Сербии По сравнению Со сборной Китая И чуть лучше Даже сербы сыграли В защите На этом я с вами прощаюсь До новых встреч Смотрите матч В 2 часа по полудни До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok